Привет! На моем сайте меню недели 10 рецептов овсяного печенья. И среди них есть один самый лучший, самый вкусный и ароматный. И сегодня мы его приготовим. В середине оно мягкое, пористое, чуть влажное, а по краям хрустящее, рассыпчатое. Во вкусе чувствуются ореховые и сливочные нотки. Идеально! В этом видео я очень подробно со всеми шагами и нюансами расскажу, как готовить такое печенье, чтобы вы могли включить видео, повторить, и у вас 100% все получилось. Если вы сейчас не готовы начать печь печенье, тогда сохраните это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, колокольчик, чтобы не потерять этот рецепт, и вы могли его повторить тогда, когда вам будет удобно. Ну, а мы начнем готовить. Нам понадобится овсяное хлопье 100 грамм, обязательно мелкого помола, такие как у меня. Если вы замените на хлопья крупного помола, то текстура печенья будет другой, оно не получится идеальным. Если сложно определить, какие хлопья крупного, а какие мелкого помола, ориентируйтесь на надписи на упаковке. Вам нужны те, где указано, что они готовятся меньше 3 минут. Второй основной ингредиент – сливочное масло, тоже 100 грамм. Оно отвечает за мягкость печенья. Если вы увеличите его количество, то печенье будет более мягким и рассыпчатым, а если уменьшите, то более твердым и однородным по структуре. И нет, муку нельзя пшеничную заменить рисовой, миндальной или какой-то другой, потому что именно пшеничная мука, она имеет свойство клейковины склеивать все ингредиенты и в первую очередь масло. То есть, если вы замените, вы получите просто сухое печенье в расплывшейся лужице масла. А нам это не надо. А вот с сахаром возможны варианты в пропорциях. Я использую и коричневый, и белый сахар. 40 грамм коричневого и 30 грамм белого сахара. Если вы увеличите количество белого сахара, уменьшив количество проснякового, то печенье будет более сухим, хрустящим и плоским. А если сделаете наоборот, то печенье получится более пышным, пористым, влажным внутри. Это дело вкуса. Но для первого раза, когда будете готовить по этому рецепту, используйте мои пропорции, а потом решите сами, как вам больше нравится. Еще один ингредиент это грецкие орехи. Добавив их в тесто, вы получите приятную ореховую нотку. Грецкие орехи созданы для овсяного печенья, как корица создана для яблок. Это прекрасное сочетание. Но если вы не любите орехи или их не оказалось под рукой, можно обойтись и без них. Печенье все равно получится. Дальше разрыхлитель. Он должен быть обязательно. Если вы будете готовить без него, печенье получится твердым и сухим, как подошва. А нам нужна мягкая и рассыпчатая структура. Кроме того, нам понадобится яйцо, одно, корица, чайная ложка и щепотка соли. Начинаю готовить и сразу покажу главный секрет этого печенья. Овсяное хлопье нужно пожарить. Зачем? Чтобы хлопья стали хрупкими и пропитались маслом. Это даст нам хрустящую структуру печенья и приятный сливочный вкус. Кроме этого, это значительно усилит интенсивность вкуса. Для этого нам понадобятся все овсяные хлопья и 30 грамм масла. В разогретую сковороду добавляю масло, жду, пока оно растопится, и высыпаю хлопья. Перемешиваю и прокаливаю, постоянно помешивая. Важно, чтобы огонь был достаточно сильным, чтобы хлопья не тушились, а именно жарились. Но также важно следить, чтобы они не подгорели. Как вы поймете, что все сделали правильно и пора остановиться? Ориентируйтесь на цвет хлопьев и запах. Если через 8-10 минут хлопья потемнели и начали пахнуть так, что вы готовы есть ложкой прямо со сковородки, значит вы все сделали правильно. Параллельно в отдельной сковороде, разогретой на сильном огне, прокаливаю 1-2 минуты орехи. Зачем? По той же причине, чтобы усилить вкус, сделать его более ярким. После жарки орехов я их измельчаю в кухонном комбайне. Не до состояния пыли, достаточно получить мелкие кусочки, которые потом будут приятно хрустеть в печенье. Оставшееся сливочное масло 70 грамм я растапливаю. Мне удобно это делать в микроволновке. Все, все ингредиенты у нас готовы, можно приступать к замесу теста. Отдельно беру сухие ингредиенты. Муку 70 грамм, ее нужно просеять, корицу, разрыхлитель. Все вместе соединяю в большой миске и перемешиваю. Далее смешиваю вместе яйцо, сахар тростниковый, обычный белый сахар и соль. Взбиваю все до однородной пышной массы. Тут важное слово пышной, то есть недостаточно просто смешать вместе ингредиенты. Нам нужно получить однородную массу, но с пузырьками воздуха. Для этого я взбиваю все вместе около 1-2 минут. В массу добавляю растопленное масло и опять все перемешиваю. Теперь жидкую часть теста вливаю в сухую часть и опять все перемешиваю. Важно делать это не в миксере или блендере, а с помощью лопатки или ложки. Осторожно, чтобы сохранить воздушность яично-сахарной смеси. Посмотрите, какое тесто получилось. Вам будет казаться, что оно слишком жидкое, но так и должно быть, пока мы не добавим орехи и хлопья. Теперь их добавляйте, перемешивайте так, чтобы тесто стало однородным и все. А теперь самое сложное. Надо удержаться от того, чтобы сразу выпекать, а подождать, пока тесто отдохнет, все ингредиенты между собой переженятся, то есть смешаются ароматы, вкусы, они все пропитаются друг другом. И тогда печенье получится еще более вкусным, пышным, рассыпчатым. То есть это того стоит. Идеально, если вы сделаете тесто вечером, а утром уже на завтрак испечете печенье. Или наоборот, утром сделаете тесто, а вечером у вас или ближе к вечеру будет наполнен печенье. Если вам тяжело ждать всю ночь или полдня, ну хотя бы 2-3 часа дайте тесто отдохнуть и только потом начинайте готовить. После того, как тесто настоялось, я включаю духовку и ставлю ее разогреваться до 180 градусов. Пока разогревается духовка, вооружаюсь ложкой и формирую из теста кусочки примерно одинакового веса. Потом из них руками скатываю шарики. Вам удобнее будет пользоваться или столовой ложкой, или ложкой для того, чтобы делать шарики из мороженого. Печенье выпекается около 15-20 минут. Если хотите, чтобы печенье получилось более сухим и хрустящим, увеличивайте это время до 20 минут. Из названного количества ингредиентов у меня получилось 15 печенек. Взвешиваем. Посмотрите, какое изумительное получилось овсяное печенье. Со всех сторон золотистое, хрустящая корочка. Оно еще поднялось, увеличилось в размерах. Когда вы делаете так же, как и я, шариками, они будут потресканы. Если вы хотите плоское печенье, нужно будет шарик вот так примять, и тогда трещин таких не будет. Но и форма будет другая, оно будет менее пышное и уже не будет такой шапочкой. Но это, как говорится, дело вкуса. Кто-то любит с трещинками, кто-то любит более плоское и равномерное. Ссылка на этот рецепт подробный, с подробным описанием пошаговым, с фотографиями, находится в описании к этому видео. По ссылке вы переходите и попадаете на страницу, где можно подробно прочитать. Возможно, кому-то из вас будет удобнее готовить по тексту, а не по видео. Если вам понравился этот рецепт, то сохраните его себе и сохраните мой канал. Подписывайтесь на него, ставьте лайк, жмите колокольчик и до новых встреч! С вами была Дарья Черненко. Пока!